Здравствуйте, дорогие друзья! 16 сентября и как всегда по пятницам Арена Событий предлагает вам обзор прессы, который сегодня мне поможет провести Виталий Андрианов, главный редактор газеты Якутия. Виталий, здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Виталий, новостей много, предвыборная неделя, но о политике мы поговорим во второй части нашей программы. А начнем вот, пожалуй, с такой новости. Неделей встреч назвали журналисты ту завершившуюся семидневку. В Тикси тепло встретил патриарха Кирилла, который провел службу в Серафима Никольском храме и пообещал молиться за возрождение Севера, Северного морского пути, пишет газета Якутия от вчерашнего числа. У главы республики Егора Борисова состоялся с патриархом разговор тет-а-тет, где обсуждалась совместная работа, в частности, по ходу реализации соглашений, заключенных 6 лет назад во время тогдашнего визита патриарха Кирилла в Якуск. Надо сказать, что результаты имеются весомые, включая и то, что Серафима Никольский храм в Тикси был построен и начал работу. Прямая речь главы республики. Общаясь с его святейшеством, мы пришли к выводу, что люди сегодня ведут речь не только о социальных и экономических проблемах, для них важна духовная поддержка. Я признателен за этот визит. Благодаря ему мы почувствовали духовную поддержку патриарха. По итогам встречи я ощутил, что настроение у тиксинцев стало более позитивным. Это очень важно. И второй момент, который выделил глава по итогам встреч. Высокая активность молодежи, которая проявляет большую заинтересованность по всем поднимаемым проблемам. Это второй аспект, на который Егор Борисов обратил внимание. Тут интересный такой момент. Я в 2013 году был в два раза в Тикси. Первый раз, когда там была коммунальная авария. Конечно, тогда тиксинцев волновало исключительно то, что у них в домах замерзает вода. Буквально на кухне, там тазики со льдом были. Второй раз я был ровно три года назад. Это была осень 2013. И на вопросы, как дела, что происходит, тиксинцы говорили, ну, тепло в квартирах есть. Вот церковь достраивается. То есть я видел, как Серафима Никольский храм достраивался, оставался только купол. Здорово. Здорово, что на ваших глазах. Но не только, собственно говоря, почему неделя встреч, потому что это был не только Тикси, да, в графике визитов главы республики. Да, был, конечно, Неринга и был Мирненский район, который мы тоже отдельно выделили. Так вот, мы пишем. В Мирненом на встречу с главой республики собралось порядка 1200 человек со всего района. Егор Борисов неоднократно посещал район. По всем поднимаемым проблемам принимались конкретные решения. А проблемы? Важные из которых легли в основу так называемых пяти протоколов. Как и Стикси, то есть был период, когда шла постановка этих проблем, кстати, что серьезных, это и вода сероводородная, очень грязная. Это долгий период не строилось жилья нового в Мирном. Был упор на то, что многие будут выезжать по завершении работы. И, конечно, не обустроенность вообще медицины. То есть, в больницах, в основном медикам. Мы можем констатировать уже, что проблемы решаются. Я вот, опять же, в апреле, я был когда в Мирном на Хозактиве. На моих глазах председатель правительства Галина Иннокентьевна Данчикова вручала ключи от новых квартир медикам. Сейчас уже будет завершаться строительство корпуса учебного СФУ. Это тоже было проблемой большой. То есть, вопросы решаются. Решаются разные пути. В содействии с муниципальными властями, с хозяйствующими субъектами, в данном случае Талроса, находятся пути решения. И процесс идет. Если регулярно смотреть за этими встречами, как они проходят, то это видно. Это здорово. Это, собственно, не может не радовать. Кстати говоря, глава республики совершает такие поездки по Якутии весной и осенью. Но это осень особенная, как пишет ваше же издание. Идет разработка стратегии развития до 30-го года с перспективой до 50-го. И в этом смысле интересен вот какой материал. Тоже газета Якутия, уже сегодняшняя, 16 сентября, на новые рельсы. Называется материал глава Минтранса о стратегических перспективах отрасли. Рубрика «Без галстука» журналист Якутии Марина Колбасина решила, с первых, уст узнать, как повлияет на жизнь якутиан выполнение стратегии 2030 и ускоренного плана развития Якутии. В конце июля президент России Владимир Путин одобрил инициативу. Вот эту вот инициативу Егора Борисова по созданию и принятию этих документов. «Согласитесь, — пишет автор, — повышение качества жизни и в целом социально-экономическое развитие республики немыслимо без хороших дорог, доступных авиаперелетов и приемлемых тарифов по доставке грузов». И вот что, собственно, рассказал министр Семен Винокуров. Ввод железной дороги с вводом этого объекта стоимость потребительской корзины для якутиан снизится на 15-20%. Такой прогноз он сделал на основе анализа Минэкономразвития Российской Федерации и Российской Академии Наук. Возрастет также транспортная доступность, но это понятно, и подвижность населения. В рамках новой госпрограммы в Якутии будет создан мощнейший в регионе транспортный узел, объединяющий железнодорожный, водный, авто- и авиатранспорт. Цитата. «Важным шагом стало принятие федеральной программы развития Дальнего Востока, в которую включено финансирование реконструкции 15 наших аэропортов. Еще одно приоритетное направление – модернизация и обновление парка воздушных судов». Это сказал министр. Ну, в общем, не может не радовать. Да, но нас уже немножко посвятили в некоторые основные аспекты стратегии 2030, которые разрабатываются. Она уже буквально в скором времени будет представлена. Что ее отличает от, скажем, схемы 2020? Это то, что есть приоритет качества жизни якутян. Именно человек во главу угла ставится. А программы остальные, то есть действия правительства, они все будут подчинены этому принципу. И причем во всем диапазоне, вот как до работы с федеральными программами, так вплоть до буквально работы по населенным пунктам почечного. Вот, опять же, один из примеров такой работы. Да, это же все касается качества жизни. Да, в нашей газете это то, что в селе Бедеме Мегена Конголасского Улуса подвели газ. То есть вот, цитирую. Вчера работы по воду газа в селе Бедеме Мегена Конголасского Улуса проводились до 12 часов ночи. В этом году газ ведут 60 жилых домов на слега. Селянам будет предоставлена субсидия. В строительстве нитки от основного газопровода до села Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики республики привлечена федеральная субсидия. Отметил исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Юрий Куприянов. Вот тут оно все совмещается. То есть проводят газ конкретно в живые дома селян. Причем это небольшая деревня. Но задействован весь комплекс. И субсидия Минсельхоза нашего, и субсидия федеральная. Да, понятно. Что еще мы можем сказать о повышении качества жизни? Ваше издание, газета Якутия, в двух номерах. В вчерашнем и сегодняшнем. Публикует, в общем, фактически это можно назвать спецрепортаж из Ленского района. Вот тоже заголовок-то. Стратегия 2030. Да, безусловно. И дело в том, что на таких встречах, встреч с населением, опять же, не только у главы республики, но и у Галины Иннокентиевны, они происходят регулярно. Это ведь идет еще и сбор информации, то есть сбор пожеланий, проблем, вопросов, которые волнуют именно якутян, которые стоят перед ним в первую очередь. И они, соответственно, и решаются в ходе этого, и ложатся в основу будущих программ, в том числе стратегии. Понятно. А, кстати говоря, в сегодняшнем номере газеты Якутия материал заглавлен «Зеленый свет для Ленского района». Ну, он и вправду, «Зеленый свет». Именно они, горная и нефтегазовые отрасли, приносят львиную долю доходов бюджета республики. Отсюда внимание к добывающим предприятиям. Вспомнить хотя бы сравнительно недавнюю историю, когда правительство России решило приватизировать 100% факции Алроса, и целый год длилась борьба Егора Борисова, членов правительства Якутии, менеджмента «Алмазного гиганта». Возвращаясь к выездному заседанию президиума правительства Якутии, обсуждались масса вопросов. Транспорт, собственно говоря, ЖКХ проблемы, проблемы малого и среднего бизнеса. Такие выездные заседания очень нужны, и они необходимы. Они тоже свидетельствуют об одном – о том, что качество жизни на контроле тех людей, которые этим и занимаются профессионально, правительством республики. Да, и причем это идет от первоочередных программ, таких как переселение жилья. Вот опять же цитирую. «Вопрос переселения граждан Заветского жилья – один из самых актуальных для линчан. По итогам реализации целевой программы новоселье уже справились 783 жителя района. Еще 231 семья получит ключи от новых квартир в будущем году». И газета «Саха-Сера» об этом пишет также. А давайте теперь подойдем к политике. У нас остается очень немного времени. Избирательная кампания, предвыборная кампания, можно сказать, завершается. И газета «Якутия» вчера, в четверг, опубликовала тоже соответствующий материал. Да, я просто процитирую. Мне самому даже понравилось то, что написал наш журналист. «Думаю, что избирательная кампания кандидата-самовыдвиженца на выборах в Государственную Думу Российской Федерации Андрея Савича Борисова войдет в учебники. Как пример предвзятого отношения ЦИК России с элементами давления, а также использована провокация и травли ангажированных СМИ». Собственно говоря, об этом же пишет и газета «Жизнь Якутия» скандал недели. 15 сентября этого года Якутия осталась без кандидата-самовыдвиженца. Андрей Борисов выбыл из предвыборной гонки. Кстати говоря, вчера была, мне кажется, очень значимая, емкая я была пресс-конференция Андрея Савича. Да, согласен. Там было на что обратить внимание. Кстати говоря, и газеты «Якутия», и другие издания, все-таки политики уделяют достаточно много времени, много внимания, точнее. «Якутия» газета, вторник, пятая полоса. «Эксперт», двоеточие. «Эффективность работы Госдумы снижают депутаты-статисты». Не могу не процитировать буквально пару абзацев. По мнению кандидата политических наук, политолога Оксаны Ковалевой, имеющей тот опыт работы в Госдуме, есть целый ряд народных избранников, занимающихся не законотворчеством, а его имитацией. И, в частности, примеры Оксаны Ковалевой называют депутата от партии «Справедливая Россия». Это цитата Федота Тумусова, представляющего республику Саха-Якутия. Значит, что бы я хотел здесь сказать от себя? Что у меня, когда выдвинулся Андрей Савич, когда произошло его выдвижение, у меня сложилось такое впечатление, что логика поведения тех людей, которые потом инициировали, скажем, его травлю, она была чисто женская. Знаете, как она звучит? Я знаю, что я не права, но я обиделась. И после этого, собственно говоря, произошло то, что произошло. Есть такой термин, я слышал его от Екатерины Шульман, от очень известного тоже политолога, человека. Нелегитимное насилие. Собственно говоря, вот это вот нелегитимное насилие и произошло в отношении кандидата самого движенца. Давайте сейчас анонсируем главную, собственно, не то, что анонсируем, выборы 18 сентября. Собственно, состоялось в преддверии выборов президент России обратился к гражданам России с призывом прийти на избирательные участки. Процитируйте, если можно. Да, хочу заметить, это не агитация за кандидатов, а именно призыв прийти на избирательные участки. Конечно же, ключевое событие это выборы в Государственную Думу. Только от вас, граждан России, зависит, каким будет парламент. Убежден. Все вы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную гражданскую позицию. Голосуйте за Россию. Говорится в обращении Владимира. Я только добавлю, что и газета «Якутия» от выпуска «Четверг», и «Саха-Сере», и газета «Кым» публикуют обращение Михаила Николаева к жителям республики. Якутияне всегда сплоченно и достойно представляли республику на выборах. Поэтому я призываю всех жителей принять участие во всенародном голосовании 18 сентября. Нам пора прощаться. Время пролетело незаметно. Виталий, спасибо вам большое, что пришли. И мы содержательно провели эту встречу. Это была «Ариана Событий». Всего вам доброго. До свидания.